Всем привет друзья! Сегодня хочу на своем канале поделиться авторским рецептом приготовления меда из цвета черной бузины. Как приготовить это лакомство смотрите далее в этом ролике. За окном начало лета, прекрасная пора, время когда цветет бузина. У такого цвета очень тонкий медовый аромат и этот цвет прекрасно подходит для приготовления меда. Этот рецепт я разработал сам и хочу в этом ролике поделиться с вами. Такой мед можно использовать добавляя в чай, для пропитки коржей, можно добавлять к мороженому или же готовить летние прохладительные напитки. Итак, для приготовления нашего замечательного ароматного меда нам понадобятся такие ингредиенты. Возьмем где-то 20-25 распустившихся соцветий черной бузины и именно черной, так как красная бузина является ядом для человека. Хочу обратить особо ваше внимание на такую деталь. Также нам понадобятся лепестки 5-6 бутонов чайной розы, по несколько веточек мяты и мелисы, несколько соцветий лаванды. Лаванду я использую сушеную с прошлого года. Также понадобится небольшой пучок чабреца. Хочу дополнить, друзья, если какого-то из этих компонентов у вас нету, ничего страшного, мед получится обязательно вкусным и ароматным. Даже если вы будете использовать просто один цвет бузины. Итак, помещаем все наши ингредиенты, кроме лепестков чайной розы, в кастрюльку и заливаем одним литром воды. Ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем где-то 3-4 минуты. После чего добавляем лепестки чайной розы и снимаем с огня. Затем оставляем при комнатной температуре остывать и настаиваться на 10-12 часов. После чего отсаживаем все ингредиенты и слегка отжимаем рукой. Получается у нас такая вот заготовка для будущего меда. Сюда мы добавляем килограмм сахара, хорошенько размешиваем. Добавляем пол чайной ложечки лимонной кислоты, ставим на огонь, доводим до кипения и на медленном огне провариваем 30-40 минут. Наш замечательный и очень ароматный мед готов. Надеюсь, такой рецепт вам приглянулся. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки. А кто не подписан, милости просим подписаться на мой кулинарный канал. До встречи, друзья!